Что еще мы можем делать с растровой графикой, кроме трассировки? Импортирую еще фотографии и посмотрим. В файл Place поместить. Возьму фотографии, пусть будет это гортензия и тюльпаны. Без галочки Link, без связи, ничего не собираюсь в фотошопе редактировать. В файл Place поместить и поставлю сюда гортензию и тюльпаны. Очень часто хочется сохранить внешний вид растровой графики, то есть не делать трассировку, это пусть будет растровая графика, но при этом сохранить именно какую-то небольшую часть фотографии, то есть сделать обрезку. Маска обрезки. Есть такая функция. Для маски обрезки мы на переднем плане рисуем любую замкнутую простую фигуру. Пожалуйста. Рисуем в той области, которую хотим сохранить в результате применения маски обрезки. Я хочу сохранить только эту часть гортензии. Замкнутая фигура на переднем плане строго. Выделяется и замкнутая фигура, и нижлежащая фотография. И замкнутая фигура, и нижлежащая фотография. И к ней применяется маска обрезки в меню Object, Clipping Mask, Make. Клавиатурная комбинация Ctrl-7. Все, что осталось за пределами этой фигуры, замкнутой, скрылось. Не исчезло, не растворилось, оно просто скрылось. То, что было под этой фигурой, осталось. Я в любое время могу отменить это действие. Release, Alt, Ctrl, C. И верну на место фотографию целиком и фигуру. Но хочется пока работать с обрезкой. Очень часто хотим что-то изменить без отмены этой функции. Хочется работать с содержимым. Путь через меню очень длинный, Edit Content, редактировать содержимое. Такая кнопка есть на панели опции, более близкий путь. На панели опции вторая кнопка Edit Contents. Редактировать содержимое. Нажимаю. Попадаем вовнутрь изображения. Еще раз. Вот оно. Изображение. Я могу изменить масштаб. Я могу редактировать это изображение, поворачивая его. Пожалуйста. То есть я попала вовнутрь этого контейнера. Я работаю сейчас с содержимым. После работы с содержимым обязательно рекомендуется возвращаться к контейнеру, конечно. Нажала вторую кнопку, отредактировала, надо выходить. Нажимаю первую кнопку. Очень часто хочется обводку какую-то добавлять этой фигуре, этому контейнеру. По умолчанию, если просто выделить черной стрелкой, этого контейнера не видно. То есть самой фигуры, обводки, ничего не видно. Чтобы выделить что-то одно из стопки, мы, как всегда, берем белую стрелку с плюсиком. Grow Up Selection. Делаем щелчок по пустоте. Затем аккуратно выделяем Path, контур. И на панели опций уже появляются функции заливки, обводки, толщины обводки и так далее. Контейнером также может служить объектный текст или фигурный текст. Мы с вами уже знаем, как набирается объектный текст. Первый текстовый инструмент. Делаем щелчок. И просто набираем любой текст, допустим, цветы. Этот текстовый фрагмент редактируем должным образом. Хочется, чтобы были буквы пожирнее. Есть такой шрифт Impact. Impact. А возьму размер тоже побольше. Еще раз тяну, скорее всего. То есть именно фигурный текст может служить контейнером. Без преобразований в кривые, ни в коем случае. Это нам помешает. Выделяю и фигурный текст, и растровое изображение. И Ctrl-7. Маска обрезки. Также я могу войти вовнутрь с помощью второй кнопки на панели опции Edit Content. Редактировать. Хочется побольше, допустим, неба, что было видно, или наоборот, стебельки, листья и так далее. И аккуратно выхожу из этого режима. Хочется задать какую-то обводку. Grove Selection. Щелчок по пустоте. Выделяем аккуратно только контейнер в виде текста. И выбираем любую обводку. Функцию маску обрезки можно также применить к векторным объектам. Допустим, нарисовали в огромном количестве разные векторные иллюстрации. Пожалуйста, вы можете их распространять должным образом. Здесь может быть также текст. Могут быть любые другие изображения. И в какой-то момент вы понимаете, что надо как-то все это обрезать, чтобы не выходила вся эта красота за пределы документа. Для обрезки векторных объектов все то же самое. На переднем плане рисуется простая векторная фигура. В данной ситуации, когда я хочу сохранить все на странице, я рисую прямоугольник по размерам страницы. Выделяю и прямоугольник, и все нижнейшую. И Ctrl-7. Пожалуйста. Я на первых занятиях не показывала этой функции, потому что она не такая простая, как хотелось бы. То есть каждый раз для редактирования внутреннего содержимого, либо через вторую кнопку на панели опций, вы должны туда зайти, или для поддетальной работы вам каждый раз надо будет все это отменять. Поэтому это такой последний штрих, скорее всего, будет для вашего макета, для скрытия каких-то элементов, которые выходят за пределы страницы. Уже знаем достаточно много с текстом, уже познакомились с графикой, с обтеканием, и очень хочется попрактиковаться немножко. Есть в вашей папке среди заданий буклетик, готовый материал, готовый уже финальный материал. Это всего две страницы. Так как многостраничность, автоматическая нумерация, некоторые функции, мы уже знаем, что это работа для Adobe InDesign. Там буквально двумя-тремя щелчками все это делается. В иллюстраторе нет таких возможностей, поэтому делаем, как правило, простенькие брошюрки, буклетики, листовки, визитные карточки, такого рода полиграфическую продукцию. Здесь две страницы, подетально покажу. Надеюсь, вы самостоятельно все остальное сделаете. Обязательно мы создаем две страницы, две страницы формата А4 альбомной ориентации. И если будет у вас так же, как у меня, цветной фон на обложке, конечно же, выпуск за обрез. Выпуск за обрез 3-5 мм. И на первую же страницу импортируем текст. До сих пор мы этого не делали. Давайте посмотрим. Чтобы импортировать текст, мы рисуем первым текстовым инструментом контейнер. Но в CC-версии в последних обновлениях даже не требуется рисование контейнера. В CC-версии можно сразу импортировать текстовый файл. В более старых версиях обязательно надо нарисовать контейнер. А сейчас мы работаем в CC-версии, в файл Place, и импортируем из той же папки единственный текстовый файл. Красная панда. Окей. И обязательно такой вопрос возникает. Говорит, там в Microsoft Word сделаны были, допустим, таблицы. Их содержимое импортировать? Сноски тоже импортировать? Предметные указатели тоже? То есть эти три галочки говорят о том, что что-то было сделано в Microsoft Word. Их импортировать или нет? Пусть будет, потому что здесь просто чистый текст. Еще четвертую галочку, очень рекомендую включать, это отменить форматирование, форматирование, сделанное в Microsoft Word. Лучше мы здесь в Adobe Illustrator сделаем все с нуля. Remove Text Formatting. Отменить форматирование текста из Microsoft Word. И импортируем вот такую графику, прошу прощения, текст, текстовый файл именно сюда. Конечно, мы должны соблюдать поля, мы это уже знаем. И чтобы текст полностью поместился, сразу же выбираем размер 11 пунктов. Чтобы тексту задать две колонки, здесь будет сгиб, такая простенькая брошюрка, буклетик точнее. Чтобы был сгиб, чтобы были поля и так далее, мы обязательно для этого текстового контейнера заходим в меню Type, Real Type Options, опции абзацного текста. И здесь уже задаем более точные размеры. 297 по высоте, прошу прощения, по ширине, 210 по высоте, две колонки с интервалом 20 мм для сгиба, и Inside Spacing, отступы со всех сторон по 10 мм. То есть такой вот текстовый контейнер у нас уже получается. Мы сюда чуть позже поставим графику, будем обтекать и так далее. Окей. Конечно, мы знаем, что основные функции форматирования это на панели Character. Здесь можете выбирать любой шрифт, не более 11 пунктов, иначе не поместится. Язык для корректной работы автоматического переноса слов русские. И, конечно, вот то, что мы с вами уже изучали, это выключка, это красная строка на ваше усмотрение, хотите по правилам, хотите на свой вкус, как говорится. И обязательно включена галочка автоматического переноса слов. Пожалуйста, все очень корректно работает. Для обтекания мы видим, что здесь импортирована фотография с пандой. Файл Place каждый раз импортируем. Пусть будет так, вот эту фотографию возьму. Поставлю. И сразу включим функцию обтекания. Выделяем только фотографию. И, конечно, включаем уже функцию обтекания. TextWrap. Make. Пожалуйста, мы все это делали. Смотрите, еще раз повторите. И, конечно, вы уже догадались, что это за символ. Это из глифов, из дополнительных символов. Там, где WebThings, вы можете найти такой символ карты мира. Но это отдельный курсор. Я поставлю щелчок. Даже здесь, на свободной монтажной области. наберу просто W в списке шрифтов и Enter. И здесь обнаружу уже эту карту. Карту отправляем на место мигающего курсора двойным кликом. Двойной клик. Карта здесь. Пожалуйста, уже можете работать и с цветом, и с остальными деталями. Обложка уже на ваше усмотрение. Как вам хочется, какие цвета, какие переливания. А я здесь поставила в обрезку. Дальше текст вдоль кривой. Работайте, грамотно форматируйте. Наслаждайтесь процессом. Продолжение следует...